Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, 28 февраля, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Соборного Послания апостола Иоанна Богослова. Глава 4, стихи с 20 до конца главы, и глава 5, с 1 стиха по 21. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его и заповеди Его нетяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Сей есть Иисус Христос, пришедый водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. И сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующие в Сына Божие имеют свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не веруют в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот такое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится. И Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, к нашему укреплению, утверждению в истине, отрывок из соборного послания апостола Иоанна Богослова. И в нем поднимаются очень глубокие темы, свидетельства веры и свидетельства Бога о самом себе и исповедания веры во Христа. Продолжая тему любви, продолжая тему отношений между человеком и Богом, и в контексте этих отношений, отношений между человеком и человеком, апостол Иоанн говорит, «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Здесь говорится даже не о лживости, а скорее о неком лицемерии. И далее говорится, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Опять мы возвращаемся к той теме, что только Духом Святым человек может назвать Иисуса Христом, то есть Господом Мессией. Значит, если человек называет Иисуса Христа, то есть, произнося это, он исповедует свою веру. Соответственно, если он исповедует искренне и не лукаво, и не лжет, то значит, он рожден от Бога, он родился свыше, о чем говорит Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, о том, что необходимо родиться свыше, чтобы познать Бога. И так вот, мы рождаемся свыше, когда в нас поселяется вера в живого Бога, в Иисуса Христа, и Святую Троицу через Христа мы познаем только через Христа Духом Святым. Итак, если я рожден от Бога, и я не люблю брата своего, значит, я не рожден, потому что невозможно не иметь чувства любви, невозможно любить рожденного, если ты любишь родившего. Об этом и говорит апостол Иоанн в первом стихе пятой главы. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, что когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияя есть победа, победившая мир вера наша». И далее идут интересные слова. «Сей есть Иисус Христос, пришедый водою и кровью и духом». В толковой Библии Лопухина мы читаем комментарий на эти слова, и там говорится о том, что, когда мы говорим водою, мы имеем в виду крещение. Крещение на Иордане, когда иудейскому народу и всем людям был засвидетельствован Иисус Христос, Мессия, пришедший спасти этот мир. Это крещение, имеется в виду крещение Иисуса Христа. Кровью, конечно же, здесь подразумевается кровь, пролитая, оставление наших грехов на Голгофе, на кресте. И духом. Это дух, который говорил и который научил апостолов, и который говорит в каждом из нас, Дух Святой, который это все подтверждает и научает нас правильно понимать эти события. «И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, Исии, Трудь, Три, Суть, Едино». Здесь, конечно же, идет упоминание о Троице, прямое указание на Троицу. «И три свидетельствуют на земле, Дух, Вода и Кровь, Исии, Три об одном». Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. И здесь идет дальше текст, который говорит о свидетельстве Сына, о свидетельстве Духа внутри человека. Если человек родился от Бога, то Бог уже засвидетельствован в нем внутри. Это очень прикликается со словами пророка Иоэля, пророка Иеремии, о том, что Дух Божий уже будет написан на сердцах, будет Новый Завет написан на сердцах людей. И это действительно в контексте Ветхозаветных пророчеств о новозаветных временах. «Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Действительно, именно наша вера, исповедание Иисуса Христом приближает нас к Царству Небесному и Царству Небесному, и реализует наше бытие в нем уже здесь, на земле. Будем об этом с вами помнить, будем веровать во Христа Иисуса, и также будем помнить о том, что когда мы молимся, это мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взялся великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова